здравствуйте уважаемые коллеги напишите в чат хорошо ли вы слышите и видите меня сегодня мы с вами поговорим о формировании функциональные уроки грамотности на уроках химии и биологии потому что очень часто вы являетесь я знаю что совместителями до учителями и биологии и химии и в принципе это достаточно такие смежные в общем-то области я плечова ольга гаррина ведущий методист группы компании просвещения сегодня с вами вообще что касается формирования функциональной грамотности уважаемые коллеги тут надо понимать о каком формира о формировании какой функциональной грамотности идет речь в принципе подавляющее большинство учителей вообще людей функциональную грамотность наверное понимает примерно одинаково это умение использовать те знания которые получают человек в процессе обучения для решения каких-то повседневных жизненных задач поскольку мы с вами работники до учителя школы то жизненным задачам у нас еще прибавляется и осознанный выбор профессии по большому счету и то что мы называем функциональной грамотностью сейчас в принципе свое время мы называли просто практика ориентированностью то есть надо понимать что когда мы к примеру там изучаем я не знаю там тему раствора то речь идет о том что дети да и вообще люди должны понимать что это эти знания не применяют в общем-то каждый раз когда сам солят суп делают там рассол или готовят маринад ну так для примера да в биологии то же самое мы же не просто так в конечном итоге изучаем материал но многие сейчас занимаются там тем же самым цветоводством то есть вот она прикладная сторона вопроса но помимо так скажем понимание ну давайте назовем это так повседневного до такого бытового понимания что такое функциональная грамотность у нас с вами есть еще естественно какие-то определенные мониторинговые мероприятия и хотя в этом году у нас международные мониторинговые исследования пиза перенесены на осень но мы с вами понимаем что и оценивание в рамках вот национальной системы оценки качества образования она ведется в общем-то по такому же принципу и по такому же формату то есть здесь мы уже сталкиваемся с тем что сформированность функциональной грамотности по определи оценивается по заранее определенным достаточно большому количеству критерии и здесь становится вопрос о том что дети помимо всего прочего должны уметь посмотреть скажем так на это задание правильно для того чтобы с ним разобраться то есть по сути своей все эти мониторинговые исследования в мире функциональной грамотности как егэ в мире предмета в принципе мы понимаем что для этого необходимо чтобы хорошо работала голова и не были хорошие предметные знания но помимо всего прочего необходимо еще и понимать в каком форме эти задания поэтому если мы говорим о заданиях для оценивания сформированности функциональной грамотности здесь у них есть свои особенности и из-за этих особенностей бывает затруднительно встраивать эти задания в обычные наши с вами традиционные уроки значит за особенностью этих заданий является то что во первых они являются комплексными и хотя в них можно вроде бы выделить какой-то ведущий предмет но достаточно часто это очень условное выделение они как правило всегда содержит какую-то мотивационную часть и плюс целую серию заданий на оценку в общем-то различных компетенций эти задания всегда носят вне учебный контекст и достаточно часто имеют какую-то проблематику с одной стороны это хорошо с другой стороны проработка этих заданий требует несколько больше времени еще особенностью этих заданий является то что особенно это касается задание открытого типа что они могут предполагать какие-то альтернативные варианты решения и неопределенность способов действий то есть когда ребенку самому необходимо выбрать там что-то спланировать например там какой-то предложить тот же самый алгоритм там предложить какой-то способ действий и если мы говорим о оценивании такого компонента как креативное мышление то есть ну скажем так элементы креативного мышления то здесь еще используется при оценивании таких заданий критерии оригинальности разнообразия поэтому вот понимая все это да перед учителем это возникает вопрос кроме того коллеги хотя мы с вами здесь собрались тесной компании учителей предметников химиков и биологов но мы должны с вами понимать четко что учителя предметники тем не менее не работают на формировании только скажем так ну своей какой-то предметной грамотности то есть если мы с вами учителя биохимии биологии это не означает что мы с вами работаем только на формирование естественно наушной грамотности на самом деле это просто невозможно и мы с вами работаем на уроках с практически со всеми наверное видами грамотности но кроме может быть финансовой потому что это такая суббоспецифическая вещь и то в принципе есть задания ну они конечно не в учебниках а чаще всего дополнительных задачников где мы можем говорить о финансовой грамотности но в целом давайте не будем натягивать как говорят сабу на глобус вот и посмотрим правде в глаза мы безусловно работаем на читательскую грамотность читательская грамотность наверное правильнее всего сказать что это по большому счету смысловое чтение то есть это умение не просто прочитать текстовку этим слава богу у нас дети умеют выходя и уже вперед учиться в начале школе но самое главное ребята должны уметь осмыслить этот текст поразмышлять о нем высказать какую-то свою точку зрения взять информацию которая необходима вот это серьезная вещь и вы в общем то знаете что на егэ очень часто задания особенно высокого уровня сложности они плохо в общем то ребятами выполняются потому что у детей западает этот навык смысловое чтение вот коллеги химики прошло в прошлом году даже те же самые задачи высокого уровня сложности ведь в конечном итоге половина наверное таких подсказок явных в общем то они же уже в тексте самой задачи зачастую содержится но для этого надо обладать навыком смыслового чтения причем чтение текста специфического ну назовем это так сборно естественно научного математическая грамотность этого мы с вами коснемся хотя примитивно говоря это расчеты но это на самом деле не совсем так про финансовую грамотность мы уже с вами сказали креативное мышление креативное мышление это очень интересный такой навык по большому счету конечно он во многом определяется способностями самого человека но давайте с вами заменим слова слова креативное мышление творческим подходом элементы креативного мышления мы безусловно формируем в ходе изучение предмета то есть у вас самих наверняка есть ученики которые могут даже какую-то такую достаточно тривиальную обыденную тему тем не менее в сообщении обыграть так что становится действительно интересно найти какой-то очень такой интересный материал который редко встречается все это в конечном итоге дает элементы вот креативности ну и наконец глобальная компетентность вот этот скажем так это направление функциональной грамотности как отдельное направление появилась первый раз в исследованиях пиза в 2018 году но на самом деле мы можем отнести глобальную компетентность по большому счету естественно научной грамотности разница лишь в том что проблематика которая поднимается на уровне глобальной компетентности она как правило имеет скажем так все объявлющий охват то есть она касается абсолютно каждого или же речь идет например о тех же самых глобальных проблемах там состояние окружающей среды или какие-то межкультурные проблемы но очень часто это задание связаны именно с экологией стало быть это наш с вами сфера деятельности ну теперь я вам наверное не скажу ничего особенно такого уникального для формирования функциональной грамотности на уроке с хорошо и зарекомендовали себя определенные педагогические практики но разжевывать что называется каждый урок начиная с работы с параграфов я думаю что нет необходимости по все люди достаточно грамотные компетентные умные мы с вами понимаем конечно что мы начинаем в конце концов с работы именно с читательской грамотности но вообще значит хорошо себя да мы с вами помним что риза рекомендовали все учебные ситуации которые инициируют работу учеников вовлекающие их действия то есть это какие-то работа над кейсами быть может иногда это какие-то учебная игра может быть какая-нибудь такая стилизованная что ли учебная конференция то есть это мы создаем эту ситуацию продумываем сценарий для того чтобы в конце концов детей заинтересовать изучением предмета работает это все на слово но конечно такой избитая мотивация но вы сами понимаете что тут многое зависит от роли личности педагога роль личности в истории никто не отменял если детям будет интересно на уроке то они будут с интересом заниматься предметом даже если они потом не пойдут в дальнейшем получать профессию в этой области учебное сотрудничество учебное сотрудничество учит выстраивать продуктивный диалог продуктивную дискуссию и умение работать над одной проблемой скажем так в группе поисковая активность но тут вообще без комментариев то есть это все задания которые требуют дополнительной информации это конечно прежде всего на ум приходят проекты и всевозможные учебные исследования но в конечном итоге это может быть какое-то даже небольшое сообщение и все ситуации которые требуют оценочной самостоятельности школьников почему потому что когда школьнику необходимо вот ученику нашему с вами оценить например свою работу или работу своего товарища это приучает ребят оценивать ну данном случае работу да или может быть в конечном итоге в широком смысле ситуацию не на эмоциях используя определенные критерии конечно работа с над функциональной грамотностью начинается с учебника по большому счету но коллеги вот по роботу что называется достаточно часто приходится слышать упреки в том что мало заданий на функциональную грамотность мы должны с вами понимать следующее учебник он у него самая главная функция прежде всего передачи предметных знаний как будто не было поэтому заданий прикладного такого плана на функциональную грамотность в учебниках очень небольшое количество и хотя бы сейчас в связи с введением обновленных стандартов учебники перерабатываются да там добавляются задания на функциональную грамотность но чудо ждать не стоит поэтому те ресурсы которые нам предоставляют учи о унк и сопутствующие учебные пособия но без учебных пособий не обойтись ну прежде всего да начинается работа с текстом составление опорного конспекта умение работать с информацией не текстовом виде это конечно материал учебника тут без комментариев мы с вами понимаем что этим поставил за приходится заниматься постоянно задание которое требует объяснение то есть это задание на суждение на какую-то на логику на предложение способа на выбор способа там например какой эксперимент необходимо поставить чтобы доказать то-то и то-то задание которое предполагает приведение предмера то есть про иллюстрировать где например в жизни мы сталкиваемся с тем или иным процессом задание которое требует сформулировать что-либо то есть например вывод ну какое-то резюме небольшое сделать да или сформулировать ну какое-то какое-то положение конечно в учебниках есть контекстные задачи так называемые это практик ориентированные задачи больше конечно в учебных пособиях сейчас достаточно большое внимание уделяется еще и тому чтобы в учебниках обязательно но помимо каких-то постоянных вот этих вот отсылок до с примерами из жизни по тексту самого материала в учебниках как правило есть разделы там типа я не знаю химия для жизни потом биологии охраны природы зеленая химия например то есть это разделы которые целенаправленно акцентируют внимание учеников на том что знания которые они получают в рамках предмета вот они используются в повседневной жизни ну и конечно естественно научный эксперимент об этом можно говорить долго у нас не получится сегодня и через естественно научный эксперимент мы с вами выходим на проектную исследовательскую деятельность проект у нас вообще целиком проектно-исследовательская деятельность работает на формирование функциональной грамотности потому что это применение скажем так для решения какой-то конкретной задачи знаний с нескольких предметов но функциональная грамотность практически в чистом виде если мы с вами говорим собственно а естественно научной грамотности потому что все равно как бы то ни было но и смысловое чтение и математическая грамотность да там и те же самые глобальные компетенции для нас с вами это прикладная скажем так постольку поскольку задачи все же понятно что мы с вами работаем прежде всего на формирование естественно научной грамотности естественно научная грамотность предполагает обладение определенными компетенциями это умение не давать научное объяснение явлений это понимание особенности естественно научного эксперимента и наконец умение интерпретировать полученные данные да то есть проанализировать что мы получили может быть как-то поменять форму представления в конечном итоге использовать их как для как бы в качестве доказательства либо наоборот опровержения какой-то гипотезы здесь у каждой из этих компетенций предполагает ряд целых умений и на их формирование мы начинаем работать уже начиная с текста параграфа вот эту схемку вы можете сохранить и проиллюстрии про проанализировать свою помощью например работу с любым параграфом пути схеме и пути с биологии как я взяла примеры и мы с вами увидим легко что достаточно многие вот эти вот умения мы формируем уже в ходе урока даже при работе с параграфом ну кроме того да на читательскую грамотность у нас еще есть целый ряд заданий примеры я взяла из учебников химии это габриэля и учебников биологии это линии жизни то есть когда дается например там какая-то диаграмма зависимость да вот переход состоянии и требуется выполнить задание причем если задания могут быть как в самом учебнике например вынесены в конец параграфа так и в ту же самую рабочую тетрадь поэтому примеры я привела и из учебников и из рабочих тетрадей то есть с этим мы работаем с этим с этого мы начинаем математическая грамотность математическую грамотность обычно понимают как расчеты посчитать там чего ли что-нибудь до понимания там что такое проценты на самом деле это еще и умение например читать те же самые диаграммы потому что диаграммы достаточно часто это математические зависимости вот и в химии такое есть и в биологии работа с таблицами да то есть оперирование теми же самыми процентами понимание что это такое больше меньше все эти переходы вот хороший рисунок состав крови не самая простая скажем так диаграмма для понимания вот все это требует конечно определенной математической еще помимо всего прочего подготовки но про естественно научную грамотность здесь без комментариев в любом учебнике есть достаточно большое количество и заданий и примеров каких-то таких жизненных классика жанр это приготовление например растворов вот как здесь пример это физраствор вот там те же самые хороший вопрос по поводу золы и там и с графиками сами с этими всеми с лекарственными препаратами то есть таких примеров у нас и в учебниках химии и в учебниках биологии достаточно большое количество ну вот кстати посмотрите например да работы вот по поводу источников загрязнения это не воздуха это по сути своей мы уже переходим в глобальные компетенции вот хороший как бы вопрос по поводу про и вот изучить параграф и провести сравнение животных сухопутных и водных которые обитают в местности еще и кровеческая какая-то компонента вот тоже хороший вопрос по поводу устойчивых токсичных соединений вроде бы вопрос кажется простой но если такой например дать двум ученикам понятно что здесь потребуется дополнительный материал ребятам доклады будут я по крайней мере надеюсь что разные вот поэтому потом по поводу вот кстати сказать искусственных экосистем очень интересный пример у многих есть аквариум мало кто задумывается о том что по сути своей это модель да это есть это искусственная экосистема в такой миниатюре на креативное мышление у нас работают задания которые требуют просто поиска дополнительной информации а какой-то творческий момент то есть это выражение мнения предложения какого-то способа потом вот тот же самый вот вопрос на расскажите о наблюдении этого эффекта в различных жизненных ситуациях примеры будут у всех разные тоже вот интересный такой вопрос это по поводу эстетической биологической культурной роли коллоидных систем то есть все что требует проявления того же самого творчества но вот предложите гипотезу возникновения вирусов это не самый простой вопрос понятно что это из учебника старшего класса там приведите привести доводы за и против да потом вот почему человеку необходимы экологические знания вот хороший кстати сказать вопрос но поставить в тупик потому что вроде бы как все скажут что да нам это важно а вот почему собственно говоря это вопрос потому что подразумевает под рациональным природопользованием тоже хорошая кстати сказать очень тема ну и конечно большее количество заданий присутствует в дополнительных пособиях у нас есть серия многофункциональные вот эти универсальные вернее задачники они как правило не связаны по с каким-то конкретным мк есть такие по химии есть такие по биологии конечно их большей степени они для старшей школы уже подходит но есть вот такие хорошие задачники биология физика химии есть такой для 7 9 классов есть для 10 11 здесь более такие живые практикоориентированные примеры и даже вот та же самая задача на генетику но почему мы можем считать задачи на генетику такими достаточно практикоориентированными я думаю что тут пояснений на эту тему особенно много не требуется это то с чем мы работаем на уроке а теперь мы поговорим о том что необходимо для того чтобы ребята успешно справились с мониторинговыми какими-то исследованиями да то есть которые проводятся на уровне или российской федерации вот как осенью нам предстоит или же это международные в конечном итоге исследования здесь уже необходимо поработать с определенными заданиями определенной формы такими заданиями которые встречаются собственно говоря в этих в этих исследованиях поэтому для того чтобы не было необходимости долго искать материал у нас разработаны дидактический комплекс по функциональной грамотности я несколько позже о нем скажу а пока вам просто пример такого задания из вот сборника живые системы название говорит сама за себя да здесь в качестве ввода такой мотива такой водной части дается описание описание эксперимента присли это касается собственно говоря до дыхание растений и к этому тексту идет у нас целый ряд заданий коллеги поскольку презентация она доступна для скачивания вы можете ее скачать в разделе файлы я с вашего позволения не буду особенно долго задерживаться на этих примерах потому что вы можете потом их посмотреть более подробно там подумать над ними значит что я вам хочу показать это то что разрабатывая подобного рода создавая сборники мы не просто в них собрали про какой-то набор заданий но еще и каждому заданию есть своя такая методические рекомендации даже такая дидактическая карточка своеобразная которая конечно интересна в первую очередь педагогу и вот работая с пособиями именно этой серии очень легко и наверно проще по крайней мере встраивать в изучение предметов потому что помимо всех вот этих характеристик задания здесь есть еще и рекомендации в изучении какой дидактической единицы можно то или иное задание включить ну конечно это невозможно делать каждый урок мы это с вами понимаем но но тем не менее посмотрите какие-то из них вы можете использовать уже прямо на уроке и достаточно такие подробные объяснения что должно быть в правильном ответе вот что значит в каком случае как оценивается это задание да то есть здесь мобильный подход к оценке если задание требует достаточно развернутого такого подробного открытого ответа то здесь дается просто рекомендации что должно присутствовать какие элементы должны присутствовать в ответе для того чтобы мы могли зачитать задание полностью и в каком случае мы принимаем ответ частично то есть но оцениваем его не два балла скажем а в один каком случае мы вообще можем это задание не засчитать но и 2 сбор такой сборник достаточно такой объемный это функциональная грамотность учимся для жизни здесь эталонные задания которые в общем то используются собственно говоря мониторинговых исследования я взяла пример из глобальных компетенций да здесь ситуация доступность чистой воды текстовка идет собственно к этому заданию но почему глобальная компетенция я думаю здесь уже абсолютно очевидно потому что эта проблема касается практически каждого она является актуальной для всех и собственно к тексту идут идет ряд заданий есть два из них дается такого закрытого типа то есть здесь необходимо выбрать правильный ответ из предложенных и есть задание которое требует объяснения значит для того чтобы вам было не скажем так проще проверить учеников если вы решите этот материал использовать я просто привела правильные ответы но вообще в этих пособиях этой серии тоже очень интересный такой дидактический материал по сути своей если вы будете ими пользоваться но помимо того чтобы получите себе задания которыми можно использовать и на уроке и во внеурочной деятельности вы еще сможете и сами понимая поняв логику да принцип по которому по которому который заложен в основе этих заданий составлять такие задания в общем-то сами среди вас я знаю что немало творческих людей материал у вас достаточно большой необходимо просто его облечь в определенную форму для того чтобы можно было оценить по критериям который в общем-то оценивается сформированность функциональной грамотности где еще можно взять дополнительный материал но конечно же это экология причем у нас есть такая уникальная линия унка почему она уникальная потому что это изучение экологии начиная с 1 по 11 класс вся эта линия целиком входит федеральный перечень вот с марта прошлого года но для старшей школы вам более знакомо вот эти учебники и напоминают наши не то чтобы новые пособия но они такие подзабытые несколько свое время под брендом винта на граф они выходили вот эта серия вот экология для основной школы начиная с пятого заканчивая девятым классом значит здесь можно взять интересные темы для обсуждения здесь можно взять интересные темы для проектов ну и конечно на мне урочную деятельность материал и собственно что представляет из себя вот этот дидактический комплекс для формирования функциональной грамотности это печатное пособие значит серия задачники я вам уже рассказала про них серия функциональная грамотность тренажеры мы сейчас еще раз на них посмотрим я пример из них правду приводила учимся для жизни еще одна серия для финансовой грамотности но это вам скорее наверно как классным руководителем информации к сведению и для оценивания образовательных достижений у нас есть тоже серия отдельная и плюс электронный банк заданий это такой полнофункциональный цифровой тренажер который позволяет поработать с заданиями на функциональную грамотность на основную и начальную школу в таком электронном формате можно им пользоваться во фронтальном варианте можно при работе с учениками вот вся серия функциональная грамотность учимся для жизни как она есть естественно научная грамотность у нас два выпуска значит выпуски там задания сформировали сгруппированные по возрасту возрасту учащихся соответственно первый выпуск это где-то 11-12 лет второй выпуск это 12-14 лет функциональная грамотность тренажеры вот помимо живых систем есть еще физические системы земля и космические системы я думаю что вам будет интересно как учителя вот именно химии и биологии в каждом из них есть задания которые касаются наших с вами предметных областей про задачники я вам уже рассказывала не буду с вашего позволения на не долго останавливаться а вот как раз вот это вот серия оценка образовательных достижений здесь собирается это конечно в основном на читательскую грамотность но здесь есть интересные тексты о естественно научном направлении их можно использовать как раз тоже в своей работе и функциональная грамотность вот этот цифровую цифровую банк заданий значит по сути своей значит здесь собраны задания по цифрованном варианте вот из тех пособий которые я вам показала причем можно работать в режиме как тренажер так и мониторинг то есть мониторинг это просто работа с заданием это например вы открываете задание на естественно научную грамотность вот любое из них выводите на доску можете поработать таким вот таким образом либо же если такая возможность есть можно использовать да по схеме один ученик один компьютер причем здесь есть роль учителя есть роль прошу прощения ученика значит соответственно учитель может формировать лист заданий такой комплекс задания отправлять ученику смотреть нас выполнил ли он их то есть уложился ли в график какие результаты если задание требует открытого типа требует ваши проверки значит соответственно можем проверить их прямо таким образом выставить отметку а есть режим тренажер то есть это задание которое используется для контроля там можно ограничить количество попыток время в течение которого это задание доступно для выполнения то есть примеру вы выдали у вас урок или там неурочная деятельность в среду вот вы оставляете ученика время там я не знаю до пятницы потому что вам необходимо еще в субботу все успеть проверить и можно ограничить время на выполнение задания но это защита от списывания потому что если ученика небольшое количество времени впритык остается для выполнения задания то конечно у него времени на списывание не будет ли он просто-напросто чего-то не успеет а ученик в свою очередь да может через свой личный кабинет принимать задание которому дает учитель выполнять эти задания получать какую-то обратную связь если это задание с автоматической проверкой то он сразу увидит правильно или неправильно он выполнил если же это задание открытого типа то он увидит отметки и комментарии учителя когда проверить учитель значит работа с банком заданий по принципу как с электронным учебником покупается лицензия на год только через школу но вы можете оценить возможности этого тренажера потому что он доступен в демоверсии единственное что там конечно очень ограниченное количество заданий доступно но для того чтобы оценить функционал этого сервиса этого будет достаточно и по гиперссылочки вот внизу здесь этой страничке вы можете более подробно посмотреть вебинар по этому ресурсу если он вас заинтересовал на что мы надеемся кроме того для того чтобы облегчить работу с проектами у нас разработан сервис лаборатория проектов которая позволяет ученику в общем-то выполнить проект по уровню сложности там в зависимости от длительности которую проект то есть мы понимаем что проект не обязательно годовой там может быть небольшое исследование вот и по сути своей вот использование этого сервиса она действительно в большей степени предполагает работу учителя именно как тьютера более подробно вы можете тоже посмотреть вебинар а вот по этому сервису ну и хотя это не связано с функциональной грамотностью но сервис новый называется я сдам егэ значит название говорит само за себя здесь собраны задания которые вызывают традиционно по результатам отчета фипи ежегодным наибольшее количество затруднений учеников химии биологии здесь представлены в принципе этот сервис рассчитан на самос на самоподготовку ученика но поскольку вы учителя вы учителя я знаю что педагогии используют этот сервис просто как дополнительный банк заданий потому что задание здесь новые они соответствуют актуальной демо версии егэ вот вы можете тоже познакомиться с этим сервисом через медиатеку просвещения демонстрации в демо версии и посмотреть более подробно вебинар по этому сервису я сдам егэ коллеги у меня на этом все если у вас есть какие-то вопросы то вы можете мне их задать вот написать прямо просто в чате конечно для того чтобы сформировать функциональную грамотность в полной мере для этого необходимо для этого мало уроков для этого необходимо еще внеурочная деятельность вам не на внеурочной деятельности естественно что формирование функциональной грамотности скорее всего что будет рассматриваться скажем так в целом но о поделить например там по четвертям или по триместрам там с коллегами на уровне школы этот вопрос конечном итоге решаемый коллеги если у вас вопросы потому что вы прослушали сейчас значит презентацию я напоминаю вам что вы можете скачать в разделе файлы если у вас возникнут какие-то вопросы вы можете написать мне просто на электронную почту но сейчас понятно что необходимо информацию осмыслить вот подумать коллеги я тогда с вами на сегодня прощаюсь желаю вам творческих успехов до скоро уже окончание учебного года сил вам самое главное здоровье а мы всегда рады видеть вас на наших федеральных мероприятиях ну а на сегодня я тогда с вами прощаюсь до новых встреч а